Приветствую! Продолжаем тему происхождения популяций Казахстана, где одним из элементов культуры является родовая принадлежность, а население состоит из многочисленных племён и родов. Их географическое расселение привело к возникновению трёх социально-исторических объединений, известных как старший, средний и младший жузы. Сегодня вашему вниманию предлагаю обзор исследования происхождения людей младшего жуза западной части Казахстана. По результатам работы учёных из Казахстана, России и Китая. Кому интересно, ролик о происхождении казахов старшего жуза тоже есть на канале. Младший жуз состоит из трёх крупных племенных союзов – Алимолы, Баюлы и Жетеру, численность которых составляет примерно 2,5 миллиона человек или около 20% казахского населения на территории Казахстана, хотя современная перепись не включает родоплеменную принадлежность. Представители младшего жуза проживают также в Узбекистане, преимущественно в Бухарской и Самаркандской областях, и в России, где род Жагал-Байлы из объединения Жетеру известен среди нагайцев. В фольклоре существует несколько различных гипотез о происхождении Алимулов, Баюлов и Жетеру из младшего жуза. Первая гипотеза предполагает, что шесть родов Алимулов, двенадцать Баюлов и семь Жетеру возникли независимо друг от друга и соответственно без общего предка по мужской линии. Согласно второй гипотезе, Алимулы и Баюлы связаны между собой и имеют общего предка Аллао-Батыра и мира из племени Алшин, жившего во времена хана Золотой Орды Джанибека в XIV веке. Исторические и этнографические данные позволяют предположить, что племя Алшин и средневековое племя Алчин, упоминаемое в составе 92 кочевых узбекских племен, представители которого жили в Монголии до XIII века, фактически были одной племенной группой. Тогда как Жетеру – это объединение семи родов, не связанных с Алимулами или Баюлами, а происходящее из родов Среднего Жуза, которые были объединены Тауке-Ханом во второй половине VII века. Третья гипотеза основана на легенде об общем биологическом отце-основателе Аллао для всех трех племен. И четвертая гипотеза гласит о том, что Алимулы и Баюлы являются потомками калмыков-торгутов. И вот какая из этих гипотез получила подтверждение, станет ясно из этого обзора. Кстати, если какое-либо племя или род называю неправильно, уж не обессудьте. Не каждый день приходится оперировать этими терминами. Предыдущие исследования продемонстрировали высокую частоту гоплогруппы С2А1А2М48 в популяциях Центральной и Северной Азии, а наибольшая ее частота, 35-70%, наблюдается у групп, говорящих на палеоазиатских языках и у тунгусоязычных популяций. С высокой частотой линия С2А1А2М48 также встречается у монгола и тюркоязычных популяций, а у казахов ее частота варьируется от 50 до 60%. Гоплогруппа С2А1А2М48 появилась примерно 15 тысяч лет назад, а позже распалась на подветве, около 4 тысяч лет назад. Филогеография гоплогруппы М48 до сих пор тщательно не проанализирована, а связь между ее ветвями и распространением тунгусских, монгольских и тюркских языков еще предстоит изучить. Целью данной исследовательской работы было изучение родов младшего жуза на большой выборке населения путем проведения глубокого филогенетического анализа гоплогруппы С2А1А2М48 и интерпретации полученных генетических данных совместно с демографическими породовой организацией и фольклором западных казахов, а также с историко-этнографическими свидетельствами их происхождения. Результаты Гоплогруппы Y-хромосомы В отцовском генофонде Алимулов-Баюлов и Жетерву было идентифицировано 25 гоплогрупп Y-хромосомы. Среди них гоплогруппа С2М217 составила около 76%. При этом 87% западных казахов с гоплогруппой С2М217 представляют субклад С2А1А2М48. Однако высокая частота этой линии характерна только для двух кланов – Алимулов и Баюлов, 77% и 71% соответственно, за исключением рода Баюлов-Исык, в котором линии М48 не обнаружено вовсе, как, собственно, и в роду Телео племени Жетерву. А суммарно в роду Жетерву линия М48 составляет лишь 29% генофонда. Это родоплеменное образование демонстрирует разнообразие Y-хромосомы в два раза выше, чем Алимулы и Баюлы. Сравнение с исследованными ранее родами Три западноказахских племени младшего Жуза были проанализированы в контексте 11 родов из предыдущих исследований и из других частей Казахстана, с использованием многомерного шкалирования и анализа главных компонент. В результате чего Алимулы и Баюлы продемонстрировали минимальное генетическое расстояние друг от друга и образуют отдельный первый кластер. А представители родоплеменного объединения Уйсунов образуют второй кластер. При этом представители племени Житыру расположились между этими кластерами, ближе к Алимулам и Баюлам. Также отдельный кластер образуют представители Ходжасунак и Шанышкылы. Аисты Канлы и Канерат расположились индивидуально, со своими специфическими характеристиками генофонда по мужской линии. Детальный анализ гоплогруппы СМ48 Более подробное изучение линии С2А1А2М48 с высоким разрешением показало, что филогения этой гоплогруппы представлена двумя ветвями B90 и М77. B90 характерна для популяции северо-востока Сибири, а М77 для Центральной и Северной Азии. Ветвь 77, в свою очередь, дала начало двум подветвям Z4447 и F6379. Подветвь Z4447 распространена среди тунгусоязычных эвенов и эвенков, а также монголоязычных бурят и монголов, а F6379 характерна для калмыков и аэратов. К этой подветви относится и субклад F5485, который обнаружен у 50 линий западных казахов, исследованных с высоким разрешением. Сеть, построенная по маркерам коротких тандемных повторов гоплогруппы С2А1А2М48, совпадает с субветвями, а они, в свою очередь, подразделяются на кластеры. В кластер Альфа, возрастом 700 плюс-минус 200 лет, вошли представители племенных объединений Алимулов и Баюлов, тогда как представители ЖТРУ в основном встречаются в кластере Бета. Филогенетический анализ гоплогруппы С2А1А2М48 Филогенетическая сеть гоплотипов гоплогруппы М48 из шести популяций казахов, алтайцев, алтайских казахов, киргизов, калмыков и монголов показала пять кластеров. Три из них – Альфа, Бета и Гамма – соответствуют кластерам филогенетической сети, построенной для западных казахов. Кластер Альфа образуют Алимулы и Баюлы, кластер Бета – представители рода Табын племени ЖТРУ, а кластер Гамма гораздо шире и охватывает калмыков, монголов, сарт-калмыков и казахов из рода Берж племени Баюлов. Кластер Эпсилон образован племенем Дулат Старшего Жуза, а кластер Дельта включает алтайских казахов и восточных казахов племени найманов Среднего Жуза. Наиболее важные выводы раздела. Ветвью Y15844 разделяют сибирские татары, каракалпаки и западные казахи из племен Алимулов и Баюлов, а их ближайший общий предок жил примерно 1850 лет назад. Но при этом западные казахи образуют отдельную ветвь Y15552, соответствующую Альфа-кластеру. Возраст этой подветви составляет примерно 550 лет. Калмыки-монголы и западные казахи родов Алаша и Берж из племени Баюлы образуют кластер на ветви SK1066, которая соответствует кластеру Гамма. Возраст их ближайшего общего предка составляет примерно 1150 лет. Помимо этого ветвь F12970 делится на три географически специфичных подветви. 1. Y22657, в том числе Y21917, включает южных казахов из клана Дулат и соответствует кластеру Эпсилон. 2. Y21917 объединяет западных казахов из рода Табын племени Жетыру и соответствует кластеру Бетта. 3. F9766 представлена восточными казахами из рода Маркитов племени Киреев и рода Каратай племени Найманов и соответствует кластеру Дельта. Дополнительно эта ветвь включает представителя казанских татар. Общий предок всех перечисленных представителей подветвей жил примерно 2000 лет назад. 4. Выводы. Результаты позволяют предположить, что из всех вышеперечисленных гипотез о происхождении западно-казахских родов подходит только вторая, где племена Алимулов и Баюлов имеют общего основателя по мужской линии. А вот представители племени Жетыру произошли от разных предков. Интересно, что гипотезы 2 и 3 прослеживают происхождение западных казахов от общего предка Аллао. Это реальный исторический персонаж, который был эмиром хана Золотой Орды Джанибека в XIV веке. А результаты независимых анализов маркеров связывают происхождение большинства западных казахов с одним общим биологическим предком мужского пола, жившим 700 ±200 лет назад по маркерам коротких тандемных повторов и 550 ±200 лет назад по маркерам однонуклеотидного полиморфизма. При этом, согласно генеалогическим преданиям, общий предок мужского пола западных казахов жил около 650 лет назад. Такое соответствие генеалогического фольклора полученным генетическим данным повышает их достоверность и позволяет предположить, что большинство западных казахов происходит от эмира Аллао, хотя и без стопроцентной уверенности, из-за отсутствия ДНК самого Аллао или его достоверных родственников. Однако не все западные казахи принадлежат к этой биологической линии. Практически весь род Житыру, а также некоторые рода Баюлов и Алимулов состоят из представителей других мужских линий. На сегодняшний день примерное количество носителей линии Y-15552 составляет полтора миллиона человек. Таким образом, эмира Аллао, или как бы ни звали этого мужчину, можно назвать средневековым супердедушкой западных казахов. Хотя математические модели не предполагают каких-то уникальных условий для такого количества потомков в кочевых популяциях. Однако при этом включение неродственных линий в генофонд наблюдается в разных родах. Но наибольшее разнообразие Y-хромосом в племени Житыру лучше всего согласуется с гипотезой, связывающей его происхождение со средним жузом. Но этот вопрос авторы оставляют для следующих исследований. Помимо этого, филогенетическая близость между западными казахами в кластере Y-15844 и сибирскими татарами согласуется с историческими записями и этнографическими данными о том, что племя казаха Валшин и средневековое племя Алчин Монголии были одной группой. Также в исследовании была обнаружена связь между представителями рода Табын племени Житыру и старшим Жузом. А также связь обнаружена между родами Берш и Аллаша Баюлов с калмыками и монголами в рамках линии SK-1066. А я на этом, как обычно, не прощаюсь. Хорошего вам настроения и до новых выпусков.